Молдавский княжество Молдавский боярин Миху привез дань порте. В 1457 году будущий Штефан Великий при помощи Влада Цепиша разгромил войско своего дяди, господаря Петра III Арона, который ради трона убил его отца и вступил на престол. Став во главе Молдавского княжества, новый господарь занялся укреплением страны. Он совершил несколько военных походов в Польшу. Грозя занять спорные территории, он вынудил Польшу заключить выгодный для Молдовы мирный договор. Всего за 47 лет своего правления Штефан Великий провел 36 сражений, в 34 из которых одержал победу. Мужественный в опасностях, твердый в бедствиях, скромный в счастье. Он был удивлением господарей и народов с малыми средствами, тваря великая. В первые годы своего правления Штефан продолжал выплачивать дань туркам, занявшись внутренними проблемами княжества. Он ограничил влияние бояр и стал выкупать у них земли. С теми, кто проявлял недовольство, поступал сурово. Известен случай, когда были казнены 40 бояр сразу. Крестьяне получили статус вольных, что повлияло на усиление армии, так как крепостные не имели права в ней служить. Армия при Штефане III была значительно улучшена и преобразована. Господаре тут ограничил власть бояр, сделав так, что костяк армии подчинялся непосредственно ему. Были созданы артиллерийские части из иностранных наемников. Согласно найденным венецианским документам, во времена Штефана Великого, молдавский флот присутствовал в Средиземном море и ходил в Венецию и Геную. Им было построено множество новых крепостей и укреплены уже существующие. Штефан III инициировал создание первых молдавских летописей. До него при монастырях существовали лишь поминальники. Когда Болгария и Сербия оказались под властью турок, в Молдую перебрались лучшие славянские книжники. Известен Штефан Великий как один из главных защитников православия того времени. После падения Византии в 1453 году православный мир лишился своего центра – опоры. Молдавский господар Штефан использовал все свое влияние для того, чтобы спасти святую гору Афон и превратить ее в новый центр православной веры. Молдова, несмотря на многочисленные войны, была богатой страной, так как через ее территорию проходили торговые пути на восток. Штефан использовал богатство своего княжества, чтобы поддержать афонские монастыри и восстановить святыни на Афоне. Именно там до 1917 года хранился военный штандарт Великого Молдавского господаря. Умер Штефан Великий в 1504 году, когда ему было уже за 70. По свидетельству историков, к концу жизни он был буквально обездвижен. С возрастом к старому ранению в ногу добавилась подагра. При дворе Молдавского господаря одни светила врачебного искусства сменяли других. Лекарь из немецких земель предложили Штефану Третьему прижечь язвы на ногах каленым железом. Правитель согласился на мучительную процедуру, но умер от болевого шока. Великого Молдавского господаря не стало 2 июля 1504 года. После себя он оставил небольшое, но сильное государство, с которым считались сильнейшие державы того времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова